Всем привет! С вами снова Виктор Балет. Градостроители хотят ввести в жизнь в будущем называемая концепция 15-минутного города. Вы можете найти в интернете очень много интересной информации. Я тоже поискал и меня очень заинтересовала эта концепция, тем более что она сейчас в Давосе тоже рассматривалась. Значит, что это из себя представляет концепция 15-минутного города? Мы давно смирились с тем, что за жизнь в большом городе нужно платить временем. Например, в Москве, вы сами знаете, чтобы из новой Москвы добраться в старую Москву, некоторые люди по 2 часа находятся в пути, то есть на электричках, на автобусах, на машинах. Это очень пробки, очень долго длится и тем самым тратится очень много времени и неэффективно. Люди из одной стороны Москвы едут, например, в другую сторону Москвы, а в Москве живут десятки миллионов человек. И вы можете себе представить, насколько получается, что неэффективно расходуются средства, неэффективно расходуется время, миллионов людей. И это можно было бы все изменить, если бы в городе были такие небольшие... Если бы город состоял, например, из большого количества маленьких деревень, в которых в течение 15 минут можно было бы добраться до самых необходимых мест. Например, до магазинов, до больниц, до фитнес-штудию, до различных спортивных комплексов и так далее и тому подобное. Например, парикмахерские, например, прачечные и различные фирмы, если бы это все было бы на расстоянии 15 минут, как в маленьком каком-то поселке или в деревне. Там очень удобно, там не надо пользоваться машиной. А так получается в больших городах миллионы людей, десятки миллионов садятся на машину по одному человеку и едут с одного конца города в другой конец города. На это тратятся часы времени и топливо, и бензин, и загрязняется окружающая среда. То есть в этом что-то есть хорошего, конечно. Вот эта концепция 15-минутного города. И это, конечно, сказывается на нашем здоровье, потому что воздух, грязный, штресс вот этот бесконечный. В деревне люди живут намного дольше и лучше, потому что городские люди, они, как правило, живут в полнейшем штрессе. Значит, эта идея 15-минутного города, ее, конечно, задумали, но она интересная сама по себе. В ней что-то есть хорошее, ну и, конечно, может быть, не совсем хорошее. Почему? Потому что это планируется так, что вы можете жить в этой деревне или в этом квартале, но вам запрещено будет со временем уезжать, например, за пределами этого квартала, этого 15-минутного города, где вы прописаны, например. Если вы живете в каком-то хорошей части города, где вся инфраструктура, все налажено, тогда, конечно, для вас это без проблем. А если вы живете в каком-то районе, в таком запущенном, и вы хотели бы где-то в течение дня побывать в хороших районах, то это может со временем быть для вас запрещено. Поэтому вот это очень важный такой момент, то есть ограничивается ваша свобода передвижения. Ну что, как в этом 15-минутном городе? Ну там все, конечно, будет или хотят делать так, чтобы это было пешком или на велосипеде, чтобы машин там вообще не было. И также в Германии у нас сейчас в больших городах все больше и больше центральных улиц закрывается для машин, для транспорта. И люди там передвигаются на роллерах, на всяких таких электрических, всяких самокатах, или просто на велосипедах, или пешком. Тоже в этом есть что-то положительное, потому что центр города, да, и через него, если проходит улица большая, тысячи машин, ну это тоже не совсем хорошо. Вот так же, например, в Риме, когда тоже было, или, например, в Испании, или во Франции, есть такие центральные районы, где действительно нет машин. И в этом я не вижу ничего плохого. Например, это было бы даже очень удобно, если бы в вашем 15-минутном городе, где вы живете, там рядышком были бы все магазины, школы, детские садики, парки, больницы, спортзалы, места работы, учебы. И что это все можно было бы пешком? То есть для детей даже не обязательно было бы, они могли даже подростки сами ходить, не надо никого возить никуда, привозить куда-то, вот этот штресс бесконечный. То есть в этом что-то хорошее есть. Концепция критикует деление городов на центр и спальные районы, когда жителям приходится тратить значительную часть дня на дорогу. Вот в последнее время как была урбанизация вот этих в городах больших? Были центральные районы городов, где там все работали, офисы и спальные районы. Огромные районы, да, где стояли огромные этажные дома, где жили десятки, тысячи, миллионы людей. И никакой инфраструктуры там у них не было ни садиков, ни магазинов, ни детских садиков, ни парков, ни больниц, ничего. Это тоже конечно очень плохо. Поэтому в принципе идея довольно таки интересная. И многие эксперты справедливо полагают, что 15-минутный город не единый стандарт. И применять концепцию нужно исходя из реалий конкретного города. К тому же среди урбанистов и плановщиков нет консенсуса. То есть они не пришли еще к одному знаменателю, что означает эти 15 минут. Ведь пешком на велосипеде, а некоторые урбанисты включают концепцию и общественный транспорт. За это время можно преодолеть разные расстояния. Кто-то может быть больше пройдет, кто-то меньше. В некоторых районах может быть это 20-минутный будет такой город. 20-минутный или 30-минутный город. То есть это не обязательно должно быть вот именно 15 минут. Потому что в деревне там действительно наверное в течение 15-20 минут. Но если это городок, где может быть что-то еще не совсем отлажено, может быть это и будет 30-минутный город. В общем это все разбирается. Также в Давосе об этом много что говорили. Но посмотрим, что из этого получится. Потому что вопросов много. Кто-то придумал эту идею. Но опять же, как я сказал, это давнишняя идея. Еще в 1920-х годах архитектор Кларенс Перри, работавший тогда над генпланом Нью-Йорка, он тогда еще предложил концепцию квартальной единицы. Вы знаете, в Америке даже нет улиц. У них улицы имеют номера. И там у них все квадратное по квадратам. И он просчитал, что действительно в микрорайоне на 5000 человек должны расположиться школы, общественные здания, а минимум 10% территории района должны занимать парки и открытые пространства. Вот идея хорошая была. Так она и не получилась. Крупные магазины следует располагать по периметру района, так чтобы люди, приезжающие за покупками, не создавали трафик внутри. Сам микрорайон окамелен относительно широкими автомобильными дорогами, но внутрь района они не заходят. То есть как бы по периметру района. Ну, хорошая идея, хорошая идея. В некоторых городах, в центре Нью-Йорка так оно и есть. Там очень удобно, там все рядышком. Или вот, например, наш Безихай. Он вроде небольшой городок, но у нас тут, правда, всего-то 16 тысяч, 18 тысяч народу живет. Но у нас действительно машина практически не нужна, потому что мы везде пешком ходим. В Париже эта идея очень хорошо, ее осуществили в жизни. Есть районы, где люди просто пешком ходят. Что еще интересно, на выборах 20-го года она работала с Карлосом Морено. Одна такая женщина, которая Аннидальго, она в Париже, это парижский мэр. Набережная Сины была закрыта для автомобилистов и открыла там пешеходную зону. То есть это женщина, мэр Парижа. На выборах 20-го года она работала с Карлосом Морено. Среди предложений проложить велодорожку на каждой улице к 2024 году и убрать из города 60 тысяч парковочных мест для автомобилей. Пустующие по выходным школы предлагается отдать под общественные центры, а во время учебы создать вокруг них детские улицы. Вот такая идея тоже есть. В Нидерландах делают в одном из городов то же самое. Закрывают улицы для автомобилей, а большинство людей путешествуют просто на велосипедах. В стратегии развития города до 40-го года Утрехская администрация пообещала развить несколько городских центров, чтобы все жители города могли добраться до всех необходимых услуг за 10 минут. По идее у трехских властей четыре новых центра города будут расположены вокруг крупных транспортных узлов. То есть будут транспортные узлы и там будут вокруг них располагаться вот эти части городов. Ну хорошая идея. Портленд там планируется, вернее уже разрабатывается с 2010 года, используется концепция вот этих 20-минутных районов. По мнению властей это один из самых эффективных способов сократить количество вредных выбросов атмосферы, которые производят личные автомобили. Ну в общем делается все необходимое, чтобы убрать вообще личные автомобили и личный транспорт. Больше либо пешком, либо на велосипедах, либо на общественном транспорте. Зачем это все нужно? Вы все спросите каждый из вас. Меньше машин, чище воздух. Такая концепция. Выхлопные газы загрязняют городской воздух и приводят к образованию смога. Это ускоряет процесс глобального потепления. 15-минутный город предлагает отказаться от машин в пользу чистых способов передвижения, способствует развитию общественного транспорта. Но если посмотреть большие немецкие города, как Штутгарт, Франкфурт, Берлин, там уже мало у кого есть свои личные автомобили. Так ученые посчитали, что в Портленде с его 20-минутными районами в 2007 году было столько же выбросов углекислого газа, что и в 1990-м. Хотя за это время население города выросло на 18%. То есть видите, город растет, количество выхлопных газов уменьшается. Ну и также безопасные улицы. На улицах, где нет, например, бесконечного количества машин, просто люди ходят пешком или на велосипедах, как правило, происходит меньше несчастных случаев. Качество жизни улучшается тоже. Если городской житель каждый день тратит 2 часа, чтобы добраться до работы, за год набегает около 20 полных суток, которые можно было бы провести с большей пользой. 15-минутный город решает эту проблему. Вот я, например, у нас в Беззехайме стараюсь везде ходить пешком, потому что у нас как раз вот этот 15-минутный город, он, наверное, и есть. Хотя он всегда такой был. Но это, видите, это маленький городок. Кроме того, прогулки пешком или поездка на велосипеде – это рутинная физическая активность, которая сделает горожан здоровее. Исследование, проведенное университетом Утрихта, предполагает, что благодаря привычке нидерландцев использовать для передвижения велосипед, а не автомобиль, каждый год удается предотвратить 6500 преждевременных смертей. Представляете, Нидерланды – это такая маленькая страна, и каждый год 6500 смертей происходит, например, на личных автомобилях. А еще в городе с приоритетом пешехода и велосипедиста удобнее передвигаться маломобильными группам граждан, родителями с колясками, людям на инвалидных креслах или с тросточкой. То есть старички могут спокойно гулять, и женщины с колясками, то есть не обязательно везде эти огромные машины с собой возить. Также хорошие соседские создаются отношения, люди, которые вместе где-то идут по улице, они, как правило, разговаривают, они знают друг друга в одном районе. Уменьшается уровень преступности, люди видят соседа и знают, что их сосед видит их, а значит с меньшей вероятностью совершает что-то противозаконное. Кроме того, соседские комьюнити, вот эти вот совместное проживание, объединяет людей, кто решает общие проблемы и принимает активное участие в развитии района. Ну, конечно, если вы живете в хорошем районе, это да, а если вам не повезло и вы живете в плохом районе, тогда, конечно, могут быть в плохих районах, как в плохих странах, вы знаете, там криминал, грязь и все прочее. То есть, тогда нужно жить действительно в хорошем районе, и тогда у вас жизнь будет такая изолированная в ваших 15 минутах, всех людей будете знать. Вот я, например, в своем городе тоже, город небольшой, выхожу на улицу, я всех знаю, со всеми здороваюсь, пока со всеми поговоришь немножко, уже смотришь, и день прошел, и приятно пообщаться. Ну да, это совсем другая атмосфера, как в больших городах, люди живут на одной площадке, десятилетиями даже не знают, кто это, кто мой сосед или соседка. Вот такая концепция 15-минутного города, в интернете можете посмотреть, если вас это заинтересовала тема, но это будет все больше и больше внедряться в жизнь больших городов, цивилизованных прежде всего, и посмотрим, что из этого получится. Итак, с вами был Виктор Балет, подписывайся на мой канал, заходи регулярно, будешь узнавать что-то новенькое каждый день. Всего вам доброго, не валейте, оставайтесь с нами, еще раз спасибо вам за то, что подписались на канал, пока-пока. Продолжение следует...